здравствуйте друзья еду на работу вторник утро около 10 утра в 10 30 придет дяденька один ну такой начальник там из бизнеса мы будем разговаривать на предмет практики для наших студентов так периодически есть такие встречи у меня и вот я и еду значит дальше что вчера был сложный день то есть все пошло не как сказать неожиданно во первых мы с утра сговорились с блогерами кристиной и вовой из кракова из польши что мы запишем сюжет день в районе 12 это не планировалось заранее а у меня вообще понедельник то выходной ведь я так ну ехал думал час резюме какие-то там напишу еще кое-что там репорт надо отправить government так там есть за файлы и шуток в онлайне она такое что еще им отправить в виде бумажек тоже вот я должен был под собрать там отправить в общем были планы какие-то и так вот не заладилось приехал я тут один человек зашел другой человек зашел потом мы вот с блогерами сюжетик записали а примерно в это время тоже с утречка значит звонит угадайте кто не угадали звонит флорида ялта людмила и говорит а я вот тут вот значит с автомобилем и время есть мол хотела заехать неожиданно говорит она хотела заехать неожиданно но адрес не нашла я думаю ну чего же думаю проще встречаться с людьми когда у тебя выходной они когда у тебя все расписано там каждый час а поет чтобы не скомкало себя ну хорошо значит приезжайте короче только мы с блогерами отговорили приезжает людмила и мы до половины шестого час в час это она приехала до половины шестого мы значит там покушали поговорили там видео записали и вот в общем так нормально хорошо все прошло а потом я вечером урок в онлайне так вроде идет урок нормально все началось как положено в 6 часов ну там я уже заканчиваю и ляля тополя и вдруг я вижу что у меня перестала мышка двигаться никакие кнопки ничего значит там не срабатывает и пособой что последние пару-тройка минут я наверное уже говорю никто меня не слышит и в общем так урок там 125 человек в классе пойти такого еще никогда не было до чего это вдруг но вот надо же вот так и все на меня да ты где молочник в бессмертном американском фильме называется он фиддлер он за руб вообще ты где молочник фиддлер он за руб ты где молочник это называлось ушел в алейхем а вот в америке был мюзикл такой на бродвейский назывался фиддлер он за руб и скрипач на крыше и по нему сделали фильм обалденный совершенно фильм кто не смотрел это просто маст это совершенно необходимы и вот ты в он там не целые перипетии жизненные и он с богом разговаривает и он говорит господи он говорит если там но уже для того чтобы вот я знаю понимаю мы избранный народ я понимаю могут но вот для этого всего почему ты не избрал кого-то еще вот короче я вот так сижу и думаю надо же чтобы в один день и все на мою голову и да мало того я вообще уже обо всем забываю и тут мне напоминают сотрудники что в 11 часов вечера почти практически там 10 56 я еще должен поехать в аэропорт и встретить человека почему я должен поехать потому что я лично обещал почему я лично обещал потому что я понимаю что это очень прикольное видео получится потому что человек совершенно невероятный значит ее зовут лёля ну оригинальные звали оля но вот лёля оля много-много лет вот как я в америке вот столько лет она живет в аргентине и тут она выиграла green card и мы с ней в скайпе поговорили вот у меня там лежит какое-то уже письмо там на ее имя даже не знаю что там social security ли там чё там очень короче нам адрес там уже куда-то дала школьный и ну и я я понимаю что будет много фанов особенно вот меня совершенно восхищает это когда человек говорит и вместо английских слов вставляет в речь испанские сайте вот когда английские вставляют в русскую речь это как бы мы все привыкли мы даже внимание не обращаем но когда испанский как-то мы со светлой но мы еще были молодые американцы начинающие и поехали подругу навестить в монреаль вот а здесь вы вы знаете что в калифорнии много людей из азии китайцы вьетнамцы на короче идем мы по монреалю и навстречу идут два китайца я чувствую что-то не то происходит как-то эти бывает такое что понимаешь что не то а а что еще не то ты не знаешь думаешь что что вот сейчас должно и вдруг я соображаю что два китайцы по-французски говорят это был невероятный сюр то есть два китайцы говорящие по-английски никаких проблем не вызывают это это нормальное явление чтобы два китайцы по-французски и вот первое то есть я через секунду ты понимаешь или а ну конечно это же франкоязычная провинция там все дома но вот ощущение что-то такого и вот тут значит когда лёля разговаривает у нее такие замечательные слова встревают понятные абсолютно или когда вот она скайпе что-то пишет я подумал что это такой человек который изюминка вот это изюминка надо ее встретить но смотрю значит да надо проверить эти всякий раз когда думаешь там как ехать я думаю из офиса поэтому уже поздно я там урок закончил пока я там видео слепил из этого урока и плюс я еще сделал видео из встречи с два маленьких один маленький один большой сюжетик о встрече с лоридой ялтой я думаю часов восемь там с копейками значит ну думаю еще посижу поработаю потому что в 10 поеду по аэропорту нормально за час и тут значит я уже жене говорю что домой не поеду поеду сразу в аэропорт поработал немножко смотрю самолет откладывается задерживаться на час думаю черт что же делать если это мне говорят ну послушай тебе до дома 20 минут там 15 уже приезжай хоть немножко в себя придешь там и потом вместе поедем я году да а вместе всегда веселье нет когда в машине там при прикольности больше и ладно пойду домой приехал домой смотрю на интернете так что может еще отложится нет все нормально приезжаем и в аэропорт но буквально 12 как положено там но там он должен был 12 с копеечкой потом значит но нет не идет ничего а я смотрю подошел к табло еще раз не друг у меня на глазах вот это табло вместо 12 там 33 пишет ночью пишет час двадцать четыре я довода и вот прямо вот на глазах как раз миг миг так мигнула и часов добавила я даю вот ведь а тут от лос-анджелеса полететь она летит из лос-анджелеса но смысле из аргентины в лос-анджелес дальше к нам я думаю вот ведь тут незадачно ладно сидим а там кресло удобно и мы так расслабились я я сочинил песенку пока это все так как-то веселую мне вдруг как-то такая муза легла на мою волну так ведь я сочинил песенку когда она оформится я вам исполню и вот значит а уже час двадцать четыре я думаю ну и где же подхожу к этому табло и она опять такой день задался подхожу к этому табло и она так раз мелькает передо мной и говорит cancel понимаете cancel я думаю хорошее дело до молотова если вы думаете что это все это еще не все мне лёля дала свой сотовый нас на всякий случай и я когда собирался значит на самолет в аэропорт я надел жилеточку вот не вот эту у меня есть кожаная черная и туда аккуратно как обычно вы дайте как десантник там все раскладывать по карманам вот это что все упаковал двумя сотовый тут у меня значит камера гоупро тут и и жилетку дома оставил поэтому не сотовый ник не камеры гоупро ну правда у меня большая камера с собой это это я держу в руках ну и все и вот мы приехали а сотового то нет соответственно не по телефону не даже по skype значит мне никто ничего сообщить не может ну я смотрю там еще один рейс из лос-анджелеса один из там еще через 20 минут думаю дождемся этого потому что уже думаю если тот отменился наверно пассажиры уже куда-то деле причем пока мы там сидели прошло два рейса из лос-анджелеса и на каждом но если там было 15 человек то я удивлюсь то есть 20 там точно не было а может быть было 8 или 10 или 12 ну то есть вместе с экипажем может быть 15 ну то есть вообще никого первые наши самолеты летают ну правда уже поздно ночью досидели мы там до часу 45 и поехали домой понятно то что следующий рейс из лос-анджелеса 8 утра тут уже понятно что мы до 8 сидеть не будем главное что мы не знаем каким рейсом у нас кто летит ну и уехали уехали и все это время думали наверное лёля звонила на сотовой или может быть скайпе написала и в общем приходим мы домой первым делом я иду skype и смотрю таки да от нее там сообщеница значит смотрю дальше это не просто сообщеница это видео маленькая сотового она записала нам и там говорит что багаж потерял то есть мало того что рейс отменили и вряд ли его отменили только из-за нее что она потеряла багаж то есть хотя конечно может быть там кроме нее и не должен был никто лететь я не знаю у меня такое чувство что я не удивился бы если бы так и было но во всяком случае рейс отменили багаж ее потеряли поэтому она остается в лос-анджелесе дожидаться своего багажа и полетит я тоже там завтра сама приеду и сама доберусь вот в общем такие вот обстоятельства мало того если уже так совсем ближе к делу поначалу лёля взяла билет из аргентины через торонто через канаду и когда я в скайпе выразил некоторое удивление чего же так такую петлю делать она говорит но вот из аргентины к вам либо через майами либо через нью-йорк либо уже тогда через торонто я говорю так уже летела бы через майами но если кто карту так может визуально представить это намного ближе и тут легать что поскольку аргентинцы в майами летают как в ближайший продмак то билетов нет там нужно на большой срок вперед поэтому значит торонто за день до того как лететь и на торонто выясняется что в канаде и виза нужно вот чтобы совершить вот ту пересадку который она думала совершить ей нужна канадская виза и видимо нет такой дружбы между аргентиной и канады чтобы без виза вы как-то это все в общем она срочно меняет свои планы как это попадает в лос-анджелес я не знаю потому что судя по прежнему разговору что это либо майами либо нью-йорк либо торонто значит вроде бы лос-анджелеса в списке не было но я думаю что когда необходимость возникла нашел нашелся лос-анджелес и вот когда вот эта история сторон то значит вся была значит мне лёль там пишет скайпе она говорит такое ощущение говорит она что не отпускает меня аргентина знала бы она что будет с рейсом на лос-анджелес с багажом с отменой со всеми делами и я друзья не то чтобы призываю вас поверить так сказать в наличие высших сил но я хочу задать вам вопрос который звучит так нифига себе вот это вопрос это такой вопрос нифига себе и вообще где объяснение этому феномену вот я очень надеюсь что пока мы тут с вами ля-ля тополя лёля уже где-то тут наверное за ночевала уже приехал я я очень надеюсь я не знаю потому что в районе 8 часов утра а сейчас 10 10 в районе 8 часов утра у нас есть много рейсов одновременно там они там с маленьким интервалом идут из лос-анджелеса такое ощущение что люди на работу едут может быть некоторые летают а может просто люди которые по бизнесу тут очень много взаимодействия с лос-анджелесом поэтому могут просто так удобно для людей которые командировки там мелкие так что с утра и на работу в общем у меня такое ощущение что может быть я сейчас приеду в офис а там сидит лёля я ее в лицо то знаю со скайпом и вот значит ой е-очи-ой-ой-ой-ой велосипедист его моё до и вот значит оно так говорит вуаля это правда по-французски но представить же можно и по-французски да такая вот друзья жизнь сегодня я даже не знаю что будет потому что у меня еще нет списка appointment of с утра мне кладут на стол и говорят вот у тебя там в одиннадцать двенадцатом в 3 5 и там где-то бывает перерывчик какой-то часов я могу сказать тебе чем я займусь в это время то есть спланировать но пока еще нет значит обычно с утра приходишь тебе кофейком раз чтоб проснулся вот я собственно я так не сприву видеть я бодрый что такое происходит так будешь бодрый да вот и те два видео которые я с флорида ялта и сделал они они готовы уже я сейчас приду их повешу на 5 мне нужно время чтобы повесить поэтому если я приду и там уже митинг там приближается и так далее для может быть тоже не успею на самом деле занимает пару минут проиндексировать как бы это все то есть в том смысле что повесить какие-то ключевые слова название какое-то сделать с одной стороны по смыслу связано с другой стороны с точки зрения вот этого search engine optimization и так далее то есть там как бы много много таких мелких соображений которые требуют сосредоточения на коротком отрезке времени поэтому если короткого отрезка времени для сосредоточения нет то я тогда лучше потом подвешу но вы все это увидите что еще сказать мы более-менее вроде сейчас собираемся в полном составе тут нас офис работал в половинном составе какое-то время это очень стрессово на самом деле то есть те люди которые работают в половинном составе они подвергаются стрессу а у меня как раз наоборот с точки зрения школьных дел поскольку я все резюме пишу на работу людям то соответственно когда вал такой идет то у меня большая нагрузка у меня стресса много а сейчас как раз наоборот такая полоса когда мы ждем там какое-то количество людей что они пойдут на выход но пока нету вот и в этом смысле в смысле резюме некоторые такая отдушина хотя я вот начал делать резюме для онлайн нового класса надо что-то с этим делать потому что я скажу что чего не хватает не хватает в онлайном классе и и не в не хватает понимание человеком что такое резюме зачем оно нужно и как с ним работать и какой собственно вклад он лично должен в это дело вносить дело в том что время когда я начал делать резюме своей рукой каждому это было время с первого дня нашей школы 21 год вот все ничего девятнадцатый девятнадцатый значит или вы не 18-19 лет между 18 конечно сегодня 18 августа вот то ли 20 то ли 22 будет 21 годовщина как это все началось и тогда люди по-английски не говорили ну толком так по чуть-чуть и были новенькие в стране никогда не работали никогда не видели резюме толком у них не было это их первое американское резюме это было то что я им делал там для тестирования и так далее и плюс у меня был свой опыт печальный когда мне нужно было сделать резюме и мне никто не помогал когда только приехал и так мне говорят а я там написал что-то мне товарищ гид ну что это это плохо мне такое лицо было страдальческое и я тогда понял что я не буду никому говорить сделай резюме я всегда сяду и напишу ему если я в состоянии вот вот это все значит наложилось и с тех пор уже 21 год значит я пишу своей рукой все резюме людям но дело в том что за это время кардинально изменился наш контингент и если раньше я это делал просто потому что они не могли то сейчас я это делаю же по инерции и они на самом деле могли бы то есть я не вижу сегодня у нас таких студентов которые в принципе бы были не готовы сделать себе резюме или во всяком случае некоторое хорошее приближение этого резюме но поскольку кто-то делает что напрягаться больше того когда я делаю они еще и толком не вчитываются точно такой резюме который не выстраданное и вот начнешь его спрашивать чем он даже не знает чего там хотя чем не как-то халява плит и вот очень надо что-то делать чтобы народ привыкал сам писать эти резюме я сделал видео она там скрытненько так лежит для своих о том как это делается но понимаете дальше надо смотреть потом надо его еще сделать после просмотра ночи такие проблемы у нас интересные вот мы их и идем решать счастлива а